ЗАБОТЛИВАЯ МАМАША Как-то раз пастухи поймали лисенка и принесли его нам. Мы посадили зверька в пустой амбар. Лисенок был еще маленький, весь серый, мордочка темная, а хвост на конце беленький. Зверек забился в дальний угол амбара и испуган озирался по сторонам. От страха он даже не кусался, когда мы его гладили, а только прижимал уш и весь дрожал. Мама налила ему в мисочку молока и поставила тут же рядом. Но напуганный зверек молоко пить не стал. Тогда папа сказал, что лисенка надо оставить в покое, пусть оглядится, освоится на новом месте. Мне очень не хотелось уходить, но папа запер дверь и мы ушли домой. Был уже вечер. Скоро все легли спать. Ночью я проснулся. Слышу, где-то совсем рядом тявкает и скулит щенок. Откуда же, думаю, он взялся? Выглянул в окно. На дворе уже светало. Из окна был виден амбар, где находился лисенок. Оказывается, это он так по щенячьи скулил. Прямо за амбаром начинался лес. Вдруг я увидел, что из кустов выскочила лисица, остановилась, прислушалась и крадучись побежала к амбару. Сразу тявкание в нем прекратилось и вместо него послышался радостный визг. Я потихоньку разбудил маму и папу, и мы все вместе стали глядеть в огно. Лисица бегала вокруг амбара, пробовала подрыть землю под ним, но там был крепкий каменный фундамент, и лиса ничего не могла сделать. Вскоре она убежала в кусты, а лисенок опять начал скулить. Я хотел караулить лисицу всю ночь, но папа сказал, что она больше не придет, и велел ложиться спать. Проснулся я поздно и, одевшись, прежде всего поспешил навестить лисенка. Что такое? На пороге возле самой двери лежал мертвый зайчонок. Я скорее побежал к папе и привел его с собой. Вот так штука, сказал папа увидит зайчонка. Это значит, мать лиса еще раз приходила к лисенку, принесла ему еду. Попасть вовнутрь она не могла, так и оставила снаружи. Ну и заботливая мамаша. Весь день я вертелся около амбара, заглядывал в щелки и два раза ходил с мамой кормить лисенка. А вечером я никак не мог заснуть. Все вскакивал с постели и смотрел в огно. Не пришла ли лисица? Наконец мама рассердилась и завесила окно темной занавеской. Зато утром я поднялся, чем свет и сразу побежал к амбару. На этот раз на пороге лежал уже не зайчонок, а задушенная соседская курица. Видно, лиса ночью опять приходила проведать лисенка. Добычу в лесу ей поймать для него не удалось. Вот она и залезла к соседям в курятник, задушила курицу и принесла своему детенушу. За курицу папе пришлось заплатить. К тому же здорово досталось от соседей. Убирайте лисенка куда хотите, кричали они. А то с ним лиса всю птицу нас переведет. Делать было нечего. Пришлось папе посадить лисенка в мешок и отнести назад в лес, к лисим норам. С тех пор лиса в деревню больше не приходила.